Всем привет! С вами Юра Кураж, мы продолжаем проходить о верном Escape from the Pit. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами остановились в замке, и вот, я все-таки порылся, и оказалось, что записи чувака, которого нам надо было найти, его мемуары, они оказались, блин, в соседнем столе, но он сказал, что это у него в покоях, и я искал именно покои. В одном из ящиков стола вы находите обитый кожей дневник, заполненный неразборчивыми, неуклюжими записями. Вскоре вы понимаете, что это незаконченные мемуары Рона Волшебника. Его отправили в Авернум вместе с двумя другими магами, Эрикой Редмарк и Патриком Падригом, так как они оказались не на том конце политической борьбы в гильдии магов. С помощью кооперации они смогли поднять это общество с голодающих, постоянно сражающихся и беспорядочных глубин, до текущего, немного развитого и постоянно сражающегося состояния. Наибольший интерес представляет их вклад в поражение князя демонов, Грохота. Они при поддержке большого отряда воинов и небольшой группы учеников-магов штурмовали этот форт, который был скрыт под морем лавы. Они победили, поднеся большие потери, разрушив крепость и запечатали его за заколдованной дверью. Грохот был пленен внутри заколдованной бутылки и спрятан далеко в туннелях. Окей, давайте скажем об этом Рону. Так, тыдын, а угроза... Вы имеете ввиду Грохота? Да, это он. Мы поймали его, но он, судя по всему, может напасть нас из своей бутылки. Кто-то должен пойти туда, открыть бутылку, удерживающего и убить. Иначе угроза так и останется. Вы заключили демона в бутылку? Мы напали на Акранат. Теперь это разрушенный форт на Востоке. И сразились там с ним. Я, Патрик и Эрика заточили его в огромной бутылке нашего собственного изготовления. Чтобы освободить его, понадобится священный Атам. А я не помню, есть ли хоть один из них в Авернуме. А где находится Акранат? К Востоку. Мы заточили его демонических слуг внутри, когда разобрались с лидером. Патрик взял ключ от замка, при помощи которого мы затащили демонов внутри. Спросите его про Акранат. Если вы захотите попасть внутрь, он расскажет вам, как пройти демонов. Ну, кто такие Патрик и Эрика, мы знаем. Окей, нам надо найти, получается, какой-то священный Акранат. Но, с другой стороны, если чувак уже и так из бутыли этой вырвался... Такс, а где это все находится? Здесь уже задание убить императора. У нас же было где-то тут. Освободить Грохота. Темница Грохота. Ну, окей, наверное, мы отправимся в крепости реки. Потому что из нее мы сможем, скорее всего, перелететь туда. Точнее, не крепости реки, а, естественно, башню Эрики. Так. Интересно, там, ну, есть следы от тележек, ну, точнее, не следы, а рельса. А они идут в стенку. Ну, то есть, из одной стенки к другой. Насколько это практически удобно. Такс. Да. Вот здесь вроде как все хорошо. Черт возьми. А как эту штуку на панель перенести там? Комрад Станиславский об этом писал. Но что-то у меня никуда не переносится, дружбан. Поэтому я так, по старинке, летаю как могу, в общем-то. Почему нельзя сделать, чтобы эта штука работала постоянно? А, тут мы можем пройти просто. Так. Ну, и здесь, как вы помните, мы в прошлый раз всех уже переубедили, что нам надо пройти. Соответственно, я так подозреваю, что вот здесь находится, да, темница, грохота. Мы полно уже сюда зашли и решили пойти за знаниями. О, статуя. Интересно, это может быть статуя Эрики? А, нет, это просто местный страж. Ух ты. 95% и мы при этом промахнулись. Это крайне обидно, если честно. Вжог. О, у нас сработало ускорение. Шикарно. Ой. А что он делает такой? А, у нас просто прогоняет. Прекрасно. Ну, это не самый эффективный способ борьбы с нами, если честно. О, и мы все такие ускоренные, можем зайти внутрь. Вообще, шикарно мой начался. То ведь он довольно-таки неплохо будет в нашу пользу, я так подозреваю. Давайте, вот так вот, вжог. Уже ману особо экономить смысла нет, потому что у нас ее залися. А вот врагов уничтожать побыстрее хочется, потому что уже прохождение, честно говоря, немножко затянулось. Это, мягко скажем, хочется увидеть уже финал. Что же там будет? Потому что чувство, что мы к нему уже подошли. Оно есть? Ну, вот, что же там в итоге? Оп, так. Ой. Сколько здесь всяких сторожевых штуковин. На самом деле, просто не описать ничем. Оп. Так, ну, и давайте попробуем защиту кинуть. Там Альдусу не прилетит, но Альдус сам по себе настолько крепок. А теперь мы... О, нет, можем таки попасть кем-то. Так, и попробуем тут молниями шандарахнуть. Ха. Ну ладно. Ну, хотя бы мы не стояли без дела. Ох. Ай. Ай-ка, Ромба. Они, в принципе, только что Альдусом поиграли в баскетбол. Такой паз туда, паз обратно. Ну, я ничего против не имею. Альдусу практически урона не прилетает. Да, и уже я так думаю... Ну, у меня, по крайней мере, надежда есть, что дальше... Ну, мы с вами довольно-таки высокого уровня. Причем такого запредельно высокого. Что дальше нам будет только проще. Ну, то есть, вряд ли, конечно, прям буквально так все будет. Но я имею в виду, что, грубо говоря, сложность уже у нас примерно максимум. Да? Ой. А вот... Уровни у нас еще будут расти. То есть, мы с вами немножко перекачались. И, ну, условно говоря, да, сейчас я вот всех загружу. Если взять единицу сюжета и поделить ее на единицу сложности. Вот чем дальше, чем больше мы играем, тем у нас лучше этот параметр. То есть, приведенная какая-то сюжетная история за какую-то условную сложность. Тяжело быть почти программистом. Ну, я надеюсь, вы меня поняли. Диэкс. Давайте вот сюда зайдем. Кинем нам ускорение. Ай. Бедному клирик Джану не досталось. Ох. Так. Ну, и опять же, враги немножко баскетболят нас. Ох. Проклятый Цербер еще и неподвижность на нас умудрился накинуть. Давайте-ка. А когда Мариан кинет ускорение себе. И мы сейчас быстренько с этими ребятками расправимся. Говорятся не хочется. Эх. И как хорошо, что у нас Корделия ходит дважды. Вообще, я так думаю, во второй части, скорее всего, либо будут два милишника, либо все-таки три кастера. Потому что оранжевое оружие вся не показала. Ну, ровно как и заклинание призыва, о чем я уже не раз говорил. Так. Оп. У нас должно быть рассеивание барьера. Да. Оп. Ха. Тут кнопочка. Оттуда не пройти. Ай. Ай. Ай-яй-яй. А как же тогда быть? А где ключ? Ха. Черт. Я немножко в замешательстве. Мягко скажем. Так. Опасно не входить. Ладно, давайте быстро почитаем, что у нас тут. Леандрата мы сделали это, сделали освободить Графото. Поговорите с Роном. Мы с Роном поговорили. Уничтожить Графото. Поговорите с Роном. Черт возьми, но мы с ним только что говорили, он сказал, что там какого-то артефакта нигде нет. Что же за творчество такое? А, так, что я мог пропустить? Давайте смотреть. Может обойдем с этой стороны? Я, конечно, сомневаюсь, что здесь внезапно будет какая-то кнопка. И кнопки действительно нет. О. Ха. Блин. Я почему-то думал, что здесь мы сейчас найдем ключ. Так. Ладно. Давайте осмотрим тогда все окрестности. Может все-таки что-то здесь. О. Перед вами небольшой монумент. На нем изображены маги, метающие огромные огненные стрелы в бутыль. Описание стерлось. Неплохо. Иногда ты метаешь огненные стрелы в бутыль, а иногда ты выпил бутыль, и как бы они сами из тебя вылетают. О. Может просто показалось, но вы отчетливо слышали, как в каменном шпиле рядом с вами что-то жужжало. Ха. Опа. Мы нашли светящийся кристалл, окруженный кольцом гравированных рун. Когда вы подходите ближе, кристалл становится красным, а воздух вокруг нагревается. Заглядываем в кристалл. Когда вы подходите ближе, кристалл гаснет, а воздух остывает. И с виду больше ничего не происходит. А касаемся его. А уйти тоже ничего. С виду больше ничего не происходит. А. Может все-таки что-то произошло? Ничего не произошло. А ладно. Ну, просто здесь можно бесконечно круги нарезать, но я так думаю, что лучше мы как-то попытаемся с пользой это время провести. Соответственно, давайте отправимся к рону и поговорим уже обо всех. Я, наверное, сейчас дорогу вырежу. И знаете, раз уж мы тут все равно рядом, я решил зайти и быстро перетереть с Эрикой. А вдруг она нам что-то скажет, что-то даст. Ничего. Знаете, хотя бы обучимся. У нас тут есть небесное возрождение, которое нам не нужно. И здесь у нас есть подчинение защиты от стихии небесное возмездие. Тайный призыв мы можем улучшить. Шикарно. Но она нам пока ничего не говорит. Ладно. Тогда все-таки, как и был изначально план, идем к рону и говорим с ним еще раз. Потом придется, видимо, еще к Патрику сходить. Блин, чё ж я его сразу не расспросил, а? Вот, лошара. Так. Ну, давайте. Ну, просто все равно ближайший план это именно убить Грохота. Потому что как-то остальное все гораздо сложнее выглядит. Давайте спрашивать его. Так, Грохот, демон в бутылку. Кто такой Патрик? Он живет в своей башне на юго-западе. Сходите к нему. Он знает не меньше моего и помнит наверняка больше. Как и Эрика, но ее трудно найти. Кто такая Эрика? Кто? А, Эрика. Она была лучше среди нас. Но ее доконал жажду мести к людям наверху, поэтому она ушла искать способ мести. Чертовски глупо, как по мне. Но у нас и так хватает проблем и безобозленной империи. Итак. Ну, я уже не знаю. Может быть, король Мика лично этот ключ хранит. Расскажите про Грохота. Кто он? Когда люди впервые прибыли в Авернум, Грохот уже был здесь. Так, это, по-моему, мы читали когда-то. Где мы можем найти? Мы сможем проникнуть. Еще вопрос. Информацию. А, с роном придворным магом. Жаль. Окей. Тогда расчет получается на Патрика. И ни на кого другого. К Патрику проще от замка, наверное, дойти. Чтобы не усложнять всю жизнь лишними портальными путешествиями. А, ну, бафцы даже не будем. Мы уже здесь местность-то знаем. Как бы смысл... Смысл, смысл я не вижу. Тут уже все либо свои, либо были избиты очень крепко нами. И, в принципе, стали свои. Ну, в общем, мы никого не боимся. Смысл в этом. Криакс. А, Патрик. А, Патрик. как вы заточили грохота с карагат арканат королевская печать империи у нас есть бред так когда чё же делать давайте еще раз карту посмотрим освободить грохота с карагат а где мы еще можем найти ключ от всего этого здесь убить императора нам для этого надо кстати давайте уж заглянем дракона дадите мути да пусть убегают у а здесь был кстати колодец желаний интересненько здесь крошечный источник который впадает небольшой колодец на него замечаете блеск монет бросаем монеты ничего не происходит отлично да поэтому давайте наверно к финальному чертами забыл как ее зовут короче съездим кто и драконь и который я вроде как обладает частью ключа и может нам его продать но ключ от доступа на поверхность так вроде как нам для этого надо выдвигаться и скоттеры но кажется мы здесь лодку оставляли просто уже покупать еще одну лодку здесь я точно не буду это перебор она а она была совсем рядом в маговатроны и x как не пройти то да как всегда простых путей нет и чё нам делать с чертовым с карагатом и демон все-таки мне хотелось бы его прибить ну то есть у нас есть опция изгнать чуваков из барги из барги из воли циклеса там если честно неприятно только к яс а тут что-то лежит на кроме так я пытаюсь найти пароль для портала на поверхность как пожелаете если это избавит меня от вас я наблюдаю за верхним миром чтобы узнать что планируют люди когда я наблюдала за императором мерзким хотор нам он говорил часть пароля для портала наверх первое слово кро опаньки может ли она чем-то нам обучить а так ладно ладно вроде все интересно этот пароль теперь у нас читаем он вообще есть в особых предметах кро бас инк кай а то есть это в принципе просто набор звуков ну да ладно еще одно дело сделано на самом деле это ну крайне важно потому что кажется мы можем теперь выбраться на поверхность у нас вроде как есть печать империи вроде как все должно быть а там что-то еще было на пути на нашем вот этого я не помню и кстати я даже забыл теперь как туда мы вообще пробрались интересно а ну по-моему на лодке мы приплывали в общем не суть а что мы будем делать с блин с вот этим сара чего-то это нам попробуем вообще в баргу отправиться благо у нас туда есть телепорт может там с кимитара нам чем помогут вот черт знает потому что у нас есть пароль для выхода на поверхность в баргу так ну и каким-нибудь из местных с кимитаров здесь конечно интересный проход либо через мусорку либо поливный через таверну так лис а я вернулся из своего путешествия а ничего ладно а тут кто-то был еще более главный более элитный чем он тот кто нам давал квест так что нужно сделать чтобы найти выход а выход и пароль но у нас вроде как есть и то и другое и даже дракон нас обучил чему-то блин как убить чертова демона ладно давайте тогда пока попробуем озадачиться выходом а раз мы решили озадачиться выходом то наверно проще и удобнее будет через башню и реки и тут я подумал что было бы здорово здесь лодку иметь наш не факт что мы сейчас вообще на другой стороне сможем оказаться с помощью сферы травм но лодки у нас особо нет да и нам надо как-то попасть вот туда ой и в кой веке кто-то сам напал на нас характерно ладно ну что ж вот так как попробуем сожалению это все наши очки действия у я забыл что здесь все же ребят покрепче будут начинается вот эта вот игра пинг-понг ну правда альдусяка может сделать вот так я думаю мариан поддержит его в этом начинании расстреляв еще одну мышку которая рядом с ним а карделия во а карделия теперь всех оставшихся я как знал что надо вот ту штуку оставить сможет поливать одновременно вот она стратегия 1 промазали то мы сможем покарать не очень тонко реца ну а он и дамажит так же как карается как нам в итоге пробраться на здесь глубокая пропасть она могла быть ценным источником воды в этой застойной пещере к сожалению выступ вокруг ее края не позволяет воде уходить из пещеры из ямы дует горячий сырой воздух питающие растения запах гнили из раздражи разложения заставляет кружиться голову так интересное местечко здесь о здесь мы не знаем что вот кстати какие-то пути вообще фиг пойми куда вы уходите из прохода и видите мерзкое зрелище пещера представляет собой разорю разоренную пустошь из курганов пемзы вулканического пепла и острых зазубренных кусков обсидиана удушливый запах тухлых яиц доходит до вас доводит вас до полуобморочного состояния бурлению пузырящейся грязи и фумарольным испарением добавляется шипение завывание и рев местных существ отсутствие людей нефилимов и след за река и здесь расплодились монстры пожирающие плоти о как это мило но может нам здесь что-то нужно все-таки то есть нам в конце концов нужно же как-то о пещерка новая смотрите-ка этот высокий лавовый желоб резко уходящий вверх от бушующей лавы внизу чем выше вы взбираетесь тем круче и прохладнее он становится похоже проход тянется довольно далеко карабкаться будет тяжело но в пределах ваших возможностей забираемся вы карабкаетесь и карабкаетесь ваше возбуждение растет по мере того как поверхность становится все ближе и ближе возможно вы наконец нашли выход из-за верного внезапно проход начинает трясти с потолка падают куски пемзы и базальта вы быстро спускаетесь обратно и землетрясение прекращается разбираетесь выше и вновь начинает трясти с отвращением возвращаетесь назад когда вы почти спустились вниз наверху раздается взрыв проход закрылся магическая ловушка закрыла очередной возможный путь наверх но мы-то уже знаем где истинный путь наверх о здесь что-то интересное ходят смотрите-ка и вот это вот место для раскопок нам пока копать толком не можем проход блокирует огромная базальтовая крепость ворот не видно это сплошной кусок скалы тянущийся от пола до потолка и от стены до стены скале выищены огромные полу полутора метровые слова дьявольское королевство опечатано по приказу короля микки никому не входить у нас ключа нет разве но просто нам же нужно как-то освободить демон не блин он нам зато куда-то вышли правда она нам не помогает если честно на потому что нам надо было вот сюда кажется не ну зато изучим эту часть карты что поделать ух ты и здесь запечатан черт как здорово но вот тут явно хотят атмосферу трал не видеть мы ее дадим так но интересно здесь у нас есть шанс добраться до уже лодок р-со нет р-со нам придется чуть-чуть вернуться назад а именно в башне реки а потом отправиться действительно в какую-нибудь потру хотя вот здесь огненные демоны какие-то не кстати слабенькие это нет а у нас же меч убийцы демонов он наносит им дополнительно урод и чуть не попытался атаковать их огнем зря давайте лучше ледяным дождичком их прольем в а то огнем бы они ничего не получили x и отличный скилл в небесном озвездие прямо мой любимый так ладно давайте ускоряться ну не очень сильно мы смогли ускориться но хоть как-то так демонов нет шкардо ну я думаю тогда нет повода не осмотреть все что вот здесь находится опять же здесь все завязано под сферу трал мне так вангур ухты ухты там домик около фумарол греется большое количество ящеров они устроили себе гнезда из больших кучбилого камня ящеры небольшие безобидно выглядят кажется вы заметили блеск металловых гнездов нападаем что это за ящерицы с блеском металла но и насчет безобидных и об тоже тут сильно сильно засомневался докуда мы достаем вот две клетки пройти и мы достанем вот уже хорошенечко о хорошо хорошо так и здесь на на небесное возмездие и какой-то она вяленькая как быстро они гибнут все-таки как-нибудь всех получится о отлично они выстроились прям так как надо ну и финальный пролив я думаю закончат их никченые ящерной жизни шикардос обыскивайте гнезда и вам удается найти кучу монет немного мусора и пику и к че за пика стальная ли барда ну при ее цене в общем то да вы не думаете что кто-либо построил эту каменную хижину вместе до которого до смешного сложно попасть похоже что пещерные черви прорыли фумаролы блокировавший коридор после того как хижина была построена на земле валяются кости они похожи на человеческие за исключением клыков жители кто бы они ни были похоже попали здесь ловушку обыскиваем строение вы обыскиваете хижину здесь много гуана лавовых летучих мышей и разбитой глиняной посуды увы сокровищ нет либо жители были бедные либо кто-то поживился здесь до вас вам повезло заметить гуана несколько каменных дощечек но очищаете с ним грязь и понимаете что тонкие дощечки исписаны пробуем шифровать из-за почерка износа дощечек очень сложно разобрать написанное но но можете сказать точно это какой-то магический рецепт о покров снарядов зашибись ну и летим обратно опять нам предстоит несколько раз проклик про сфер китра уни а сколько она дает от полета на три хода надо далеко на ней все же не улететь к сожалению а вы сталкиваетесь с блуждающим человеком одетым в заданной одежде него сопровождают несколько безмозглых стражей один взгляд на него показывает что этот неприятный ландшафт свел его с ума удивительно что он все еще жив подойдя ближе он начинает напыщенно говорить вам явился я за демоном сюда пришел сразиться я с грохотом но разума коснулся моего о что за мощь о что за древние знания теперь я осознал сколь ошибочно бороться с ним сколь ошибочно вам бороться с ним пообещайте что вы не будете пообещайте что никогда не бросите вызов его величеству я буду уничтожать злово верными до конца своих дней глупцы я казню вас из милосердия иначе вы будете обречены на вечные муки грохота поблагодарите меня потом человек взмахнул рукой и стражи которые следовали за ним неуклюже движется к вам прекрасно но давайте посмотрим все таки кто кого насколько его усилил грохот ой все ну мы только что стали свидетелями того как неостановимая мощь грохота проявляют себя в людях ладно ну хотя бы эта штука и замедляет это уже приятно x как-то так кордели а она достреливает все прощайте ребятки один еще жив но ничего может нам с этого чувака как раз упадет то что нам то чего нам не хватало как как-то же он туда прошел а безумный мертвый колдун держит в руке волшебную палочку слоновой кости вы забираете что это хрустальный жезл я надеялся что это будет как раз таки наш пропуск в мир развлечений грохота но видимо нет видимо не все так славно он зато мы нашли 2 проход а здесь что кстати ухты а здесь какая-то штука интересная давайте тоже ее смотрим несколько стражей стоит в этом каменном олькове когда вы подходите ближе они поднимают оружие или каменные кулаки в зависимости от того что у них есть если вы подойдете ближе это будет расценено как вызов тихо уходим а что же я просто в этот момент посмотрел на время и решил что загадку этого места мы узнаем следующий раз поэтому спасибо андрею фиолетову за то что продолжает поддерживать наш канал ну и спасибо всем вам за то что все еще приходите смотрите это прохождение а я так чувствую осталось уже чуть-чуть то есть у нас осталось убить мир охота я думаю мы все же может быть изгоним вальцук я сможет быть и нет очень сильно зависит от моего настроения ну и в общем то после этого осталось выбраться наружу и убить императора хатар на такой список довольно таки короткий не находите ли вот на этот эпизод закончен до встречи через день думаю будет интересно пока пока